Сегодня у нас разговор про командную строку, но на самом деле не только. Я перекроил немножко план лекций прошлого семестра. Что-то мне показалось, что получилось несколько много всего, но я думаю, там будет видно, если мы устанем от обилия информации, просто останавливаемся. Начать я хотел с того, что питон... Кстати сказать, это было в домашнем задании сегодняшнем, вне прошлой лекции. Ну, надо сказать, что домашнее задание слегка повторится. Так вот, питон – это интерпретатор командной строки. В числе прочего, то есть это, понятное дело, мощный язык программирования, об этом мы говорили в прошлый раз, но в числе прочего питон еще является интерпретатором командной строки. Значит, интерпретатор командной строки – это более общая тема, лежит несколько в стороне от нашего сегодняшнего рассуждения. Но вообще интерпретатор командной строки – это такой способ организации интерфейса между пользователем и компьютером, когда между ними происходит текстовый диалог. Я вот эти очевидные вещи говорю, потому что на самом деле они очевидны для меня, как для многолетнего пользователя всевозможных командных строк. И вполне возможно не очевидны для людей, которые начинают, допустим, свое знакомство с языком программирования путем открытия какого-нибудь окна в каком-нибудь сложном приложении для интегрированной разработки, типа там, не знаю, какого-нибудь эклипса, да, вот где эклипса, где командная строка. Так вот, как уже был у нас в прошлый раз, на прошлой лекции, вот у нас есть интерпретатор командной строки питон, который интерпретирует какие-то команды, которые мы вводим. Вот, например, питон интерпретировал команду, которую мы ввели, со словами, что это синтаксическая ошибка, вот, не может быть такой командной строки в питоне. А вот такая командная строка в питоне может быть, тем не менее, это тоже ошибка, потому что эта синтаксически верная строка означает некоторый идентификатор, но поиск идентификатора в пространстве имен не привел ни к чему хорошему, и нам сказали, что он не определен. Вот, значит, не только питон, но и вообще любой интерпретатор командной строки, вот, например, я вышел из питона и в данный момент общаюсь с командной оболочкой Linux, которая называется zshell. Так вот, не только питон, но и любой интерпретатор командной строки устроен примерно одинаково. То, что вы вводите, интерпретируется как команда по правилам синтаксиса того диалога, который вы используете. Значит, если это будет shell, то это будет команда shell, если это будет питон, то это будет оператор питона. Дальше, значит, то, что вы ввели, синтаксически анализируется. Вот, ну, скажем, вот, пожалуйста, команда исполняется. А если мы скажем что-нибудь вот такое... А, нет, тоже исполняется. Вот, значит, вот эта синтаксически верная командная строка была проанализирована интерпретатором командной строки, была запущена соответствующая команда, в данном случае команда date, но ей приехал неправильный параметр. Вот, то есть лексически верная команда, эта команда, параметр, оказалась неверной синтаксис с точки зрения синтаксиса, потому что вот в таком сочетании эти две лексемы не используются. Значит, обратите внимание на то, что для всех интерпретаторов командной строки я нарочно показываю не питон, потому что питон у нас еще будет много, а линукс у нас будет не очень много. Все интерпретаторы командной строки устроены примерно одинаково. Вы вводите команду, делается лексический и синтаксический анализ. Если какая-то ошибка в этом случае происходит, вам она выводится, если не происходит, команда интерпретируется. Обратите внимание также на то, это довольно важный момент, что поток данных для нашей командной строки, ну, допустим, там, какой-то ввод, да, вот, например, так вот. Вот я ввожу данные, а вот они выводятся. Поток данных для нашей командной строки перемешан, то есть объединен в одном и том же устройстве с потоком, так сказать, управляющим. То есть, если мне на экран выводятся данные, они выводятся прямо на экран. Если на экран мне выводится какая-то диагностика, она выводится тоже на экран. Ну, люди, знающие, немножко разбирающиеся в никс-подобных операционных системах, например, в линуксе, знают, что на самом деле есть разделение там стандартного вывода, стандартного вывода ошибок. В питоне оно тоже есть. Вот. Но тот факт, что у вас перед глазами находятся и те, и другие данные, то есть они совмещены в одном и том же месте, вам не нужно перещёлкивать окошки, чтобы в одном случае посмотреть вывод программы, в другом случае посмотреть диагностику. Это полезно до тех пор, пока и выводы диагностики не очень большие. Вот если и того, и другого очень много, конечно, удобно их перенаправлять в разные места. Пока вот это вот, вы выдали команду, вам выдали ошибку, да, или вы выдали команду, вам выдали результат её работы, то это гораздо удобнее всё совмещать. Ну вот, значит, для того, чтобы запустить питон, в разных случаях надо выдавать разную команду, можно даже специально запустить его из какой-нибудь менюшки, если он у вас так устанавливается. Значит, ну, в частности, в большинстве линукс-дистрибутивов питон всё ещё называется питон-3, несмотря на то, что питона два уж полгода как нету. Смотрите, а нет смысла совмещать ввод и вывод. Ввод у вас вводится с клавиатуры, а вывод вводится на вот этот текстовый экран. То есть, единственное, что надо иметь в виду, что когда вы что-то вводите с клавиатуры, добрая операционная система вам одновременно с этим выводят на экран то, что вы выводите. Это вообще свойство не питона, не, значит, не, допустим, там, не знаю, специального программы, это самый интерфейс, это свойство операционной системы. Вывод на экран того, что вы вводите, в операционную систему нужно отключить. Получится ужасно, но это можно сделать. Вот. Поэтому вот то, что когда вы что-то набираете, оно вам показывается на экране. Это свойство конкретно операционной системы. Соответственно, в действительности разделение очень простое То, что вы вводите с устройства ввода, это ввод А то, что выводится на устройство вывода, это ввод Извините за вмешательство капитана очевидность в наш процесс Помимо того, что интерпретатор командной строки устроен как диалог Вы даете команду, допустим А она выполняется питоном, и питон выводит результат Есть еще несколько удобных свойств Благодаря которым в командной строке более-менее удобно работать В первую очередь это свойство хранения истории Я просто нажимаю стрелочку вверх Причем редактирование этой истории тоже достаточно простое С помощью стрелочек У меня еще работают клавиши Command У меня лично еще работают клавиши PageUp, PageDown, но об этом чуть позже Допустим, я сейчас покажу, почему они работают Смотрите, PageUp, PageDown Я думаю, что у вас не будет, потому что это надо заранее настроить Я попробую поговорить немножко по настройкам, если хватит времени Вот, клавиши Home и End То есть и клавиши вверх, и стрелка вверх, и стрелка вниз Позволяют вам выбирать из истории ту команду, которая вам нужна Ну и, допустим, ее как-то модифицировать Как пишут командные интерпретаторы, у нас точно будет занятие в следующем семестре Вы можете посмотреть занятие прошлой весны Там прям была целая лекция этому посвящена Вот Нет, стрелка вверх Это свойство специальной библиотеки То есть, когда мы нажимаем стрелку вверх Это означает, что та программа, которую мы запустили Скомпилирована с поддержкой обработки командной строки Вот Значит, Python использует для этого, если не ошибаюсь, ReadLine Библиотеку LibReadLine Вот Про это тоже в следующем семестре будет раздовор, разумеется Вот Соответственно, это, ну, в каком-то смысле поддержка операционной системы Ну, потому что это такая библиотека Но понятное дело, что если эта библиотека есть То это все, как бы, Python с нею собран То это, ну, то вот Он работает с поддержкой командной строки Вот Значит, вот это была у нас, значит История По истории можно совершать поиск Можно нажать Ctrl-R И запустится штука, которая называется Reverse Incremental Search Что такое Reverse Incremental Search? Это значит, что вы начинаете набирать команду А вот этот самый движок Библиотека LibReadLine Ищет в истории ваших команд Строку, которая вот то, что вы начинаете набирать, содержит Например, я напишу И И видите, что мне все написало? Оно, значит, нашло в истории команду, которая содержала И Я напишу Из И оно нашло в истории команду, которая содержала Из О, это, кстати, шикарная штука Мы про это сегодня поговорим Если мне, допустим, не нравится Эта строка, содержащая Из Я хочу другую Я просто нажимаю Ctrl-R еще раз Она мне показывает другое вхождение Из Еще раз другое вхождение Из Ну и так дальше Соответственно, эта штука называется Поиск по истории обратный Понятное дело, что ищется ближайшее вхождение Удобно делать Вы написали какую-то страшную команду Потом поняли, что она нам сейчас не нужна Понадобиться потом Ну, что-нибудь такое там Все тоже там, не знаю Вот это вот Вот Поняли, что она вам понадобится потом Поставили вначале комментарий Все, у вас в истории есть команда Вот эта вот Которая не интерпретировалась Потому что на самом деле была комментарием Ее отлично можно найти по ключевому слову Скажем, Ctrl-R91 О, нашелся Вот Вы ее редактируете И вот, пожалуйста, у вас Соответственно, ваша команда заполнена Да, значит, в как работают с истории Что еще? Вы чисто теоретически можете поменять вот эту подсказку Вот В питоне это, в общем, не принято Но если очень хочется, то можно В Shell это принято Вот в Shell, как вы помните Если кто знает Всякие интересные подсказки Они там указывают текущий каталог Имя пользователя Номер команды Можно даже настроить подсказку таким образом Что если вы работаете с Git-репозиторием Вот будет параметр этого Git-репозитория В подсказку вводить В питоне Всего этого особо не нужно Когда вы работаете с интерпретатором Поэтому с подсказкой все проще Вот Ну и, пожалуй, еще одна волшебная фича Достраивание Ну, допустим, вы определили какую-нибудь переменную Вот Зачем вы определили в командной строке Переменную длина главной стойки Ну, бог вам судья Но Если вы думаете, что Теперь вам придется каждый раз Набирать эту переменную в командной строке И страдать Вот Немедленно прекратите страдать Потому что В данный момент В нашем пространстве имен Не так уж много имен И среди них только одно Начинается на русскую букву D Так что если вы напишите Что-то в таком духе D И нажмете Tab То вы получите Полное Полное достроенное имя вашей переменной Потому что Другого имени у нас на букву русскую D Нету Более того Если вы, например По глупости Совершили вот такое И теперь у вас есть Две Два имени Которые начинаются на длина главной Не отчаивайтесь Вы нажимаете букву D Нажимаете Tab И у вас происходит достраивание До первой неоднозначности Дальше вы говорите балки B Снова Tab Вот То есть Вот это длинное название Длинное имя У нас вводится Нажатием трех кнопок Четырех кнопок D Tab B Tab Такие дела Ну естественно Это все может участвовать В выражениях Мы можем написать 4 умножить на D Tab S Tab И получить вот такую вещь Такие дела Значит Достраивание В более сложных Интерпретаторах командной строки Например В том шеле Которым я пользуюсь Еще более хитрые правила Дорастраивания Но мы с вами разговариваем Про Python Вот Значит И вам Еще раз отвечаю Это свойство библиотеки LibridLine С которой скомпилирован Данный конкретный Интерпретатор Python Ну и кажется Все остальные тоже Да То есть Настройка И работа С Вот этими функциями Функциями редактора Командной строки Это свойство LibridLine Мы немножко Про это поговорим Относительно того Как именно у меня Все это настроено Да Но Слишком сильно Говорить про это не будем Просто потому Что это такая область Для вашего исследования Так Ну раз уж кстати Мы сюда залезли Да Вот у нас Консольный питончик Давайте поговорим Немножко про то Из чего состоит Настройка Настройка состоит Ну Как минимум Из двух файлов Первый файл Называется Python Startup Вот Это некий скрипт на питоне В котором вы Самостоятельно Определяете Какие действия Будут происходить Если вы запускаете Интерактивную копию питона Кстати сказать Название Python Startup Не стандартное Вот Его нужно хранить В специальной переменной окружении Кажется Она называется Python Startup Вот В вашей операционной системе Должна быть задана Переменная окружение Python Startup Если она задана То Скрипт Имя которого Лежит В Этой переменной окружении Выполнится При старте питона Что Не разбираясь сейчас Не забираясь сейчас Глубоко В суть питона Которую мы только Начали изучать Вот Расскажу просто Что Значит Здесь происходит Да Мы проимпортировали Три модуля То есть Три набора Различных функций Это функция Связь с операционной системой Эта функция Этот модуль Нужен Для того Чтобы Зарегистрировать Действия Которые будут Происходить При выходе Из Интерактивного Интерпретатора Питона Вот А вот это Собственно Импорт Модуля Который отвечает За взаимодействие С библиотекой ReadLine Мы просто Будем Значит Настраивать Работу ReadLine Вот Значит С этой библиотекой Взаимодействия Да Значит Что мы сделали Мы определили Функцию SaveHistory Которая будет Вызываться После Перед завершением Интерпретатора Питона В которой Собственно Будет В которой Собственно Будет Запись Запись Накопленной Истории Вашим ReadLine В файл Имя которого Мы определяем Вот здесь Дальше Что мы делаем Если Этот файл Уже есть То при старте Напоминаю Что этот Весь скрипт Выполняется При старте То при старте Питона Интерактивного Мы читаем В истории Все что лежит В файле History Вот Если вдруг У нас Не работает Completion Мы его должны Руками Включить ReadLine Completer И В качестве Функции Которая занимается Completion Приметь туда Какую-то Значение Какую-то Функцию По умолчанию Это кстати Ответ на вопрос Как этим заниматься Кодом Вот перепишите Вот вместо этого Напишите Какую-то Другую функцию Которая будет Заниматься Completion По умолчанию И Вуаля При нажатии На tab У вас внезапно Будут Происходить Вещи Которые Вы сами Описали Ну дальше Что мы Делаем Дальше Мы говорим Что Вот это Вот самое Save History Будет Выполняться При выходе Из Интерпретатора А дальше Удаляем Все ненужные Имена Из Из Пространства Имен Кстати RL Комплитер Мне видимо Тоже надо Удалить Вот тут Вот Надо бы Сказать Что-то Типа Дел RL Комплитер А то Он у нас Там Залипает В пространстве Имен Смотрите Вот Вот он Он Не Нужен Во Совсем Хорошо Такие дела Вот видите Я даже При вас Слегка Модифицировал Этот Стартовый Файл Еще Один Стартовый Файл Он Специфичен Именно Для Библиотеки Readline Находится В Файле Input.rc Вот Именно в нем В Input.rc На языке Задания Команд В библиотеке Readline Описано Какие команды Можно делать При редактировании Команды строки Как видите Их тут много В частности ReverseSearch Ctrl.r Тот самый Помимо ReverseSearch У Readline Как вы видите Много Разных Возможностей Модифицировать Строчку И Опять-таки Как видите До этого места До 172 Строчки Это стандартные Настройки Просто сдать А вот 174 И 175 Строка Посвящены Конкретно Тому Чтобы у меня В Linux Работал PageUp И PageDown Как Forward И Backward Вот это Escape Последовательность Которая В Linux Консоли Возвращает PageUp PageDown Это PageUp А это PageDown Вот И после задания Вот таких Команд У меня Если я Вот Пожалуйста Значит Если я ввожу Кольт строчку PageUp И PageDown Будет у меня Перемещаться На То Что Readline Считает Словом Обратите внимание Readline Не знает Что подчеркивание Является частью Идентификатора Но кажется Можно его Отмучить Опять-таки Дальше Я не буду Распространяться Просто говорю Что так бывает Если вам Понадобится Ну например Желание найти Python Startup То Напоминаю Что наша документация Лежит На сайте Python.org Или Установлена Вами Вместе С Python Документация Приезжает Вместе С Python Нет Это не регулярное Выражение Регулярное Выражение Я кстати Тоже думаю Что в следующем Семестре У нас будут А может быть Даже в этом Если успеем Вот И вот Где-то Здесь Нету Нету Биндовской Jam Патчдаун Вернее Они есть Но они Работают Как Home End По крайней мере У меня Так было Раньше Они Forward Backward Так вот По-моему Пример Который Я сейчас Вам Показывал Я передрал Вот отсюда Из Напоминаю Что в документации Есть отличная Штука Называемая Tutorial Всем рекомендую Ее прочесть От начала До конца Потому что Так вот В самом конце Tutorial Есть Interactive Mode И в этом Interactive Mode Где вы видели Interactive Startup Во Спасибо Дорогой Да Да Отлично Вот это Оно и есть Вот я Примерно Оттуда Передрал Правда Что-то Там Поправил Вот У меня Не везде Это работало Ну в общем Идея Именно Отсюда Спасибо Значит Вот эта Ссылка Спасибо Дорогому Человеку С ником 5e За то Что он Нашел Это место Если Разумеется Даже не если А разумеется Пользоваться командной строкой Удобно Для того Чтобы Делать какие-то вещи Однострочные Кстати сказать Я забыл Упомянуть Что еще И help В командную строку Встроенный То есть можете сказать Что-нибудь такого И получить Помощь По той функции Которую Вы используете Чтобы выйти Надо сказать Q Вот здесь Q От слова Q Вот Это кстати Очень интересная Штука Мы будем с вами Говорить про Самый документированный Код Вот В питоне Но Хитрость Состоит в том Что вы можете Получить помощь Не только По всем функциям У которых Есть встроенная Строка документации Но даже и по операторам Ну например По какому-нибудь оператору Не знаю For Вот пожалуйста Вам текст Про то Как устроен оператор For Вот То есть Идея стоит в том Что Работая в Интерпретаторе Вы можете В общем Никуда не выходить Читать help Пробовать примеры Делать что угодно Единственное Что вы не можете делать Работая в интерпретаторе Это по-человечески Редактировать Большие файлы Скорее всего Вместе с вашим Питоном У вас Либо уже установлен Либо очень легко Установить Дополнительный пакет В котором лежит Среда разработки Называемая Idle Которая Вообще говоря Входит в стандарт Поставки Питона Просто например В нашем дистрибутиве В AltLinux Пакет Питон Большой Распилен на части Чтобы например Без графики Ставиться Ну потому что Idle Он написан на ТК Соответственно Модули Графические Которые ему нужны Нужны не всегда И соответственно Из-за этого Питон распилен На несколько пакетов Чтобы можно было Поставить Питон Безо всякого ТК Штука называется Idle В нашем случае Она называется Idle 3 3 3 я сказал Вот И как видите Ох Цвет Цвет конечно шикарный Надо поменять Как видите Мой любимый цвет Кстати Это тоже Интерпретатор Командной строки Даже в чем-то Более удобный Чем стандартный Потому что У него есть Подсветка синтаксиса Можно написать Что-нибудь Вот такое Вот И вы получите Не просто Командную строку А еще Командную строку С раскраской Единственное Что мне не нравится В редакторе Командной строки Встроенным В редактор Idle Это его работа С историей Она поддерживается То есть Отлично все работает Ну вот Вот Но когда вы нажимаете Стрелку вверх Вместо того Чтобы перебирать Историю Как это делается В классических Интерпретаторах Командной строки Редакторах У вас просто Курсор бегает И вот вы например Доводите курсор Допустим вот сюда Нажимаете Enter И у вас Как бы заново Вводится та команда На которой Располагался курсор Да Или Ну и соответственно Ее можно редактировать Или например Подойдите вот сюда Нажимаете Есть У вас вводится Вся команда целиком И вы можете Тут немножко Ее значит Передактировать Чтобы получилось Ой Вот Вот как-то так Вот Более того Если вы например Выбрали какой-то кусочек То при нажатии Enter Он появится у вас На экране Вот так устроен Интерпретатор Командной строки Который встроен В редактор Idle Я вангую Что большинство Из нас Если с одной стороны Они не Пользуются Уже Какими-то Толстыми Толстыми Средами разработки И с другой стороны Не фанаты Там какого-то Конкретного Текстового редактора Вот Вполне удовлетворяться Редактором Idle Потому что Там все Что нужно Есть Вот Значит Если Вас интересует Тема Ну кстати Тут еще есть P-Crast Вот P-Crast Это Такой Idle Только написанный На Другом Widget Сете На GTK Примерно С теми же Свойствами Помимо P-Crast Еще По-моему Есть Не помню Ну Не важно Значит Если Вас интересует Тема Вим Чуть позже Если Вам интересует Тема Интерфейса Командной Строки Есть Еще Более Продвинутый Текстовый Интерфейс Командной Строки Не требующие Графики Один Занавливается B-Python Интересно Он у меня Стоит Или нет Стоит Вот он В нем Например F1 Работает У него Какие-то Свои собственные Команды управления У него Работает Раскраска Ввода У него Работает Другая Концепция Достраивания Например Вот такая Интересная Видите Да Вы когда Достраиваете У вас Одновременно Выводится Подсказка Вот Ну то есть Какая-то Более Интересная Штука Контролер Тоже Работает Ну короче Говоря Почитайте По нему Хелп Интересная Еще Более Развесистый Интерпретатор Командной Строки Называется IPython3 Вот Обратите Внимание Он даже Обнаружил Какие-то Значит Устаревшие Устаревшие Команды В одном Из модулей Устанавливаем На этом Компьютере Вот IPython Это Еще более Как уже было сказано Развесистый Интерфейс Командной Строки Со всякими Штуками Он используется Например В Юпитере В качестве Дефолтного Ну и так дальше Кстати Юпитер Единственное Что я могу сказать По Юпитер Что я ничего Про него не знаю Не разбираюсь В нем Поэтому Если кто-то Разбирается Я бы С удовольствием Посмотрел На Какой-нибудь Простой Какой-нибудь Простой методичку Зачем он нужен Да Спасибо Андрей Это Как раз Действительно написано В Иксе А не на ГТК Просто В Икс Сам к себе Ходит В случае В случае Линуса ГТК Но вы правы Это не ГТК А именно В Икс Это Правильное Замечание Совершенно неожиданно И не к месту Приплетенная тема Про которую Все-таки Нужно сказать Что Будучи Интерпретатором Просто я не знаю В каком Ага Это верно Значит Просто я не знаю В каком месте Про это сказать Но например Скажу про это сейчас Будучи интерпретатором Одно из главных Один из главных Недостатков интерпретатора В питоне Состоит в том Что большинство Ошибок Которые вы получите Эти ошибки Времени выполнения Мы с вами Это уже видели Мы с вами Видели уже В начале Нашей 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 Работы Что Синтаксическая Ошибка Которая Будет получена Вами При При Анализе Которую Получите При анализе При считывании Файла И это Довольно Большая редкость Вот Такой Вот Сорта Файл Да Окажется Синтаксически Неверным И при попытке Его Затолкать В интерпретатор Возникнет Ошибка А вот Такого Сорта Файла Синтаксически Верим Он Окажется Ошибочным Только при попытке Его выполнить Вот Такого Рода Динамически Меняющиеся Семантики То есть Толкование Вашей Программы В Интерпретируемых Языках Программирования Сплошь и Рядом Имейте Это Ввиду Вот В частности В питоне Тоже Это Недостаток Потому что Понятное дело Большую часть Ошибок Вы получите Не при Компиляции Которой Фактически Нет Есть Перевод Из Питона В питоне Байткод В код Стаковой Машин Питона Вообще Говоря Это Эквивалентное Представление Можно перевести Обратно Всегда Вот Так вот Значит Не всегда Но можно Так вот Значит Большую часть Ошибок Которые Вы Допустили В своей Программе Вы увидите При запуске Этой программе А не при Ее Синтактическом Магните Вот Вылезут Они все Туда же Ну а Что касается Редакторов Значит Как было правильно Сказано Вим И я думаю Что большую часть Редактирования Я при вас Буду делать Вим Просто потому Что мне это Быстрее Проще Вот Но в принципе Подходит Любой редактор С подсветкой Синтаксиса Я иногда Особо Не кривя душой У нас есть Какой-нибудь файл На питоне Ну а какой-то Файл на питоне Я особо Иногда Особо Не кривя душой Даже Рекомендую Редактор Под названием MCEdit Вот Выглядит это ужасно Ну в данном случае Это выглядит ужасно Просто у меня цветовая гамма Неправильно Да Значит MCEdit хорош тем Что он почти всегда Почти наверняка Есть на Установленном на ваш компьютер Большом дистрибутиве Linux Потому что он входит в состав Файловый менеджер Который называется MC Двухпанельник такой Синякий Вот Синякий двухпанельник Не рекламирую Потому что Как выяснилось Признают в нем Хоть какие-то удобства Только Очень небольшое Такой вот С точки зрения Возраст Очень небольшой Люди Обучившиеся Программировать И работать с компьютером В очень небольшой Интервал времени Остальные Остальные не признают А вот редактор От него вполне приличный Это если речь идет О редакторах Консольных А уж не консольных Текстовых редакторов Которые поддерживают Форматирование Раскраску Какой-то Значит Интерактивчик В общем Таких редакторов Черт его права Вот Я все равно Рекомендую Айдл Но если нет То годится Джинни Годится Спайдер В общем Что угодно годится Даже дефолтный редактор Который у вас Вот смотрите Вот какой-нибудь Открываем Файловый менеджер Находим там Какой-нибудь Питоновский файл Он назывался АА По-моему АА АА.py Вот он Открываем его А Открылся Vim Ну надо же Ну не интересно Хорошо Давайте чем-нибудь еще Откроем Ну вот Открываем его Текстовым редактором Который в КДЕ По умолчанию Для Кода И вы видите Весьма развеситый Удобный текстовый редактор У которого есть Всякие современные Плюшки Типа Пеннинг Справа Видите Типа Значит Свертки Свертки Этих самых Классов Определений Функций И так далее Методов Ну в общем В общем Есть люди Которые Например Именно этот самый Кейт Предпочитает В качестве редактора Такие дела Да Значит Тут было сказано Что Есть еще Большие среды Разработки Типа Пичарма И Вингод Е Никто не запрещает Пользоваться Ими Хотя У меня Были Проблемы С людьми Которые Используются Только Пичарм Потому что Вместо того Чтобы Там Импатировать Какие-то модули Настраивать Какие-то Инструменты Ну допустим Проверг Синтаксиса Или еще Чего-то Такого Люди Просто Жали Соответствующие Кнопочки Внутри Пичарма В общем Хорошо Себе Не представляя К чему Приводит Нажатие Кнопочек Это Достаточно Нормально В случае Если вы Используете Большую Толстую Иде Для промышленной Разработки И гоните Много килобайтов Кода в день Для обучения Ну вы должны Понимать Что чем Больше За вас Делает Иде Тем больше Ваше обучение Посвящено этому Иде А не языку Программирования И не его Структуры Своей стороны Могу Если уж вам Очень хочется Порекомендовать Еще Винг Иде Есть Такой Тоже Проплитарный Продукт У которого Есть Бесплатные Версии Вот Ну да 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 Где-то Так Вот Я про Денег заработать Это не ко мне Денег заработать Это на специальные Тренинги Как заработать Денег Вот Показывать Ну Винг Иде Интересен тем Что вы можете Писать свои Собственные Хелп файлы К нему То есть Пояснительный Текст Который Будет Пояснять Вот Значит И эта Часть Была Про Сопутствующие Языку Всякие Штуки А теперь Давайте Поговорим Немножко Про сам Питон Про сам Питон Поговорим Немножко Да В Питоне Вообще Все За исключением Операторов Которые пишете В программе Является Объектом То есть Вообще Все Когда вы говорите Вот так Работа Интерпретатора Выглядит Следующим Образом Происходит Лексический Анализ Этой штуки Разбедение На лексемы Выясняется Что это Лексема Являющая Целочисленной Константой Происходит Синтаксический Анализ Введенной Командой Выясняется Что Константа Повешенная В воздухе Это просто Создание Объекта Этот объект Создается В Питоне Это целочисленный Константный Объект Равный 2,3,4,5 Дальше Поскольку Вы работаете В интерактивном Режиме Объект Этот Выводится И тут же Удаляется Ну потому что Он больше Не нужен Вот так Если вы пишете Что-то Типа Что при этом Происходит Происходит Разбиение Вот этой строчки На лексемы Их тут 3 23 Звездочка И 9 Каждая Из них Интерпретируется Как Ну соответственно Целое число Арифметическая Операция Целое число Синтаксически Эта строчка Допустима При синтаксическом Анализе Выясняется Что так Можно Дальше Происходит Интерпретация Интерпретация Происходит Следующим образом Создается Целочисленный Объект 23 Дальше Создается Целочисленный Объект 9 Две Два Константных Целочисленных Объект Дальше Между ними Происходит Вычисление Арифметической Операции Они умножаются Создается Еще один Третий Целочисленный Объект 207 Поскольку На этом Ваша команда Заканчивается Этот объект В интерактивном Режиме Вам выводится После чего Все Три Созданных С вами Объекта Удаляются Потому что Они больше Не нужны Вот примерно Так это Работает Значит Как видите Есть Целочисленные Объекты Кстати Сказать Ну Вы меня Поняли В питоне Нет Понятия Максимального Целого Числа То есть Максимальное Целое Число В питоне Это Такое Число Которое Вам Не лень Создать Вот То есть Нет Формально Говоря Там Есть Два Типа Данных Целые И Длинные Целые Но Для Программиста Они Как видите Абсолютно Прозрачны Вот Довольно Удобное Свойство Длинная Арифметика В питоне Реализована Достаточно Эффективно Вот То есть Вы Вполне Можете Пользоваться Любыми Целыми Числами Зная Что Они Что У вас Не будет Никогда Понятия Переполнения Такие Дела Значит Вот Ну Короче Вы меня Поняли Хорошее Большое Число Никому Не Нужно Представлением Вещественных Чисел В питоне Тоже Все Нормально Они Есть Они Работают Вы Вполне Можете Написать Что-нибудь Типа Такого Получить Ваш Полтора Вот Или Вот Такого Получить Ваши Ваши Две Трети Вот С вещественными Числами Есть Одна Проблема Про Которую Почему-то Забывают Довольно Часто Когда Изучают Программирование Особенно Поначалу Одна Небольшая Проблема С вещественными Числами Их Не Существует Ну То Число Как известно Это некое Предельное Значение Последствий Которое Сходится К точке Вот Среди Вещественных Чисел Есть Например Иррациональные Про которые Ученые Состязаются Чтобы Посчитать Первые Несколько Тысяч Или Миллионов Цифр От Этого Числа Как Целиком Его выразить Невозможно Вот Да даже Число Две Трети Будучи Представлено В виде Модели Вещественного Числа Которая Помещается Там В обычную Ячейку Памяти Абсолютно Непонятно Как В компьютере Хранить Ну Вот Эти Шестерки Они же Ну Бесконечные Они в Периоде По этой Причине Да Более Того Значит Это Тема Для Отдельного Разговора Который У нас Был Цикл Лекций Посвященный Архитектуре ВМ Современный Стандарт На представление Вещественных Чисел Он достаточно Неэффективен Именно в смысле Игрич С точностью Вот И там много Всяких Волшебных Неприятностей Вот Ну например Если вы Напишите Что-нибудь Вот Такое То Знаете Что Вы Получите Никогда Не догадаетесь Вот В чем Идея Идея Состоит В том Что Вещественные Представления Числа 1,1 И 2,2 Модель Вещественного Числа Использования Да Классика Модель Вещественного Числа Использованная Для стандартного Представления Вещественных Чисел Эта модель С какой-то Точностью И у Конкретно Чисел 1,1 И 2 И 2 Эта точность Настолько В разные Стороны Смотрит Но одно Как бы Оба Оба Слегка Больше Чем Будучи Округленными Оба Слегка Больше Чем Нужно Что При попытке Их сложить У вас Появляется Число У которого Да Совершенно Справедливо Вот Тут мне люди Советуют Децимус Я тоже Сам себе Советую Децимус Вот они Давайте я сделаю Побольше Чтобы было видно Вот Вы можете Использовать Понятное дело Что поскольку Вот эта штука Эта штука Такая вполне себе Отладочная Это как Вы используете Калькулятор В качестве Питон В качестве Калькулятора Кстати Очень хороший Калькулятор Надо только Еще вот так Вот сказать Будет еще Лучший Калькулятор Вот Вот Помимо Кстати Целых чисел В Питоне Еще есть Вещи Эти самые Комплексные Числа Да Что-то Типа Ну давайте Так вот Сделаем И это Комплексное Число Вот вам Доказательство Да Значит Да Так вот Значит Даже можно Вот так Вот Это степень Две звездочки Так вот Да Так вот Значит В ответ На вопрос Как Как управлять Этой точностью Очень простой Вы должны Просто сформатировать Этот вывод Сами Вручную Не доверить Его Питону Вот Где-то там В недрах Питона А сформатировать Вручную С помощью Функции Формат Или форматной Строки Да Мы об этом Поговорим Когда будем Говорить Про строковые Типы Данных И про Собственно Вот Форматные Строки Ну выглядит Примерно Так Допустим У нас Есть Вот это Самое Число Где Оно Тут Да Что-то Такого Вот Что-то Такое Ну Да О Пожалуйста Ну Нет Мне кажется Так Достаточно Вот Так Достаточно Вот Вам Пожалуйста Точится До пятого Знака Почему Бы И Нет Да Совершенно Справедливо Да Значит Поскольку Поскольку Стандарт Описывает Как раз Хранение Плавающих Чисел В двоичном Виде С плавающей Точкой Вот Это Округление Оно И есть Так Значит Время У нас Немножко Уходит Я Тогда Наверное Про Фракшн И Децимал Не буду Рассказывать Вот Если В самом Конце Останется Время Напомните Мне Я Расскажу Но Как правильно Сказали У нас Тут В чатике Если Вы Хотите Вычислений С Произвольной Точностью Вещественные Числа Вам Не подходят От слова Совсем Вам Подходят Рациональные Числа То есть Числа Представимые В виде Десятичных Дробей Дробей Обычных Как Любых Вот В питоне Есть Два Витоне Чисел Представимых В виде Дробей Это Децимал И Фракшн Фракшн Это Натуральные Дроби Ну то есть Собственно Рациональные Числа А Децимал Это Численно Строковое Представление Десятичных Чисел Не в виде Двоичной Ячейки А в виде Именно Целой Дробной Части Понятное Дело Не настолько Все просто Но короче Говоря Они Это представление Символьное Соответственно Оно может быть С любой точностью Которую вы Сами заранее Задаете Ну и Всякие функции Над ними Работают Вот Поэтому мы Сейчас Мы сейчас Это дело Опустим А к этому Еще вернемся Вот в документации Описаны Все возможные Операции Которые вы можете Производить Над вашими Объектами В некоторых Случаях Это синтаксически Оправдано В некоторых Синтаксически Неоправдано Но лексически Вы можете Использовать Вот такие Символы Кстати Мы поговорим Потом про символ Бебячка Он же Лягушка Он же Собачка Который Обладает Волшебным Свойством Он не Определен Ни для одного Стандартного Типа Питон То есть Вы не можете Просто запустив Питон В командной Строке Написать Что-то Типа А Лягушка Б Вы всегда Получите Вот такое Сообщение Этот символ Зарезервирован Для операций С вашими Объектами Где вы Определите Соответствующий Метод Который Его Реализуют Вот И там Будет Работать Ну например Матричные Операции В математических Библиотеках Это вот Матричное Множение Вот ровно Это и оно И есть Используется Символ Это Вот Из 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 Интересного Который Мы можем Здесь Наблюдать Списки Операций Это Операция Условная Про которую Мы еще Поговорим Сегодня Вот Все остальное Вполне Объяснимо Отдельно Мы поговорим В какой-нибудь Момент Когда мы Начнем В этом Разбираться Что такое Assignment Expression Появившееся В питоне 3.8 До этого Еще Его Не было Такое Новшество Собственно Новшество На котором Гвиду Сломался Ну как Сломался Гвиду Понял Что он Больше Не Единоличный Диктатор Вот И Да Не знаю Проверьте Не должно То есть Код Внутри Форматной Строки Безопасен Мы об этом На эту тему Вот на эту тему Мы поговорим Когда будем Говорить про Форматную Строк Вот Значит Интересная Наверное В питоне Штука Как Многоместные Операции Сравнения Можете Написать Что-то Типа А Б С Равняется Раз Два Три Ну кстати Вот это Так называемое Множественное Связывание Мы об этом Поговорим Чуть позже Вот у нас Получается Б С И можете Написать А меньше Б Обратите Внимание Что Вот эта Операция А меньше Б Меньше С Это не Ну если Вы напишите Такое На С То у вас Получится Совершенно Другая Картина Если вы Напишите Такое На С У вас Получится Вот такая Картина То есть Мы Сравним А и Б А результат Тру и фол Сравним С С Это конечно Совсем Не то же Самое Что Математики Имеют в виду Когда пишут Вот такую Красоту Эта красота Означает Что у вас Одновременно Должны Выполняться Операции А меньше Б И Б Меньше С То есть Что-то Вот такое А Меньше Б Ну тут Н Б Меньше С С Маленькая Ну Вот То есть Вот такая Операция И вот такая Операция Они эквивалентны Ну и понятно Вы можете Строить Такие Длинные Колбасятины Это Они все будут Раскрываться В Вот такую Вот Последовательность Одновременного Сравнения Очень удобная Штука Понятное дело Тут совершенно Не обязательно Должны быть Одни и те же Операции Вы можете Написать А Меньше Б Не равно С Например Или наоборот Равно Равно И это будет Фолс Потому что Вот это Утверждение Тру А вот это Утверждение Фолс Вот С этим С этими Удобными Значит Многоместными Операциями Связана Вот такая Вот Вот такая Вот Шутка Значит Операция Из Как мы увидим Чуть позже Это такая Операция Сравнения Которая Сравнивает Не значение Объектов А сами Объекты То есть Она определяет Это один и тот же Объект Или нет Казалось бы Результатом Этой Операции Должен быть Фолс Ну потому что Результат этой Операции Это Тру А Тру Это не Фолс Да Но нет Почему Потому что Как мы только что Видели Операция Записанная В таком Ну она нарочно Записана в таком Страшном виде Чтобы все Запутались Да И вот такая Операция Это разные вещи В действительности Вот это Как мы уже видели Раскрывается В Вот это И вот это Что разумеется Тру Вот такие дела Значит Синтактически Это Вполне Оправданная Работа Просто надо Понимать Что такое Множественные сравнения В питоне Как они Во что они Раскрываются Тогда В общем Никакого недоумения При виде вот таких Конструкций Чувствовать Вы не будете Если бегать дальше Голопом По питону В данном случае Скобки Не нужны Потому что Приоритет Они не поменяли Операция Сравнения Разумеется Более Высокоприоритетная Чем операции Логических связ Понятно Надо сначала Сравнить А потом Проверить Результат Да Вернее Выполнить Логическую операцию Я скобки здесь Поставил Скучительно ради Наглядности Чтобы было понятно Что в начале Что в конце А так Понятное дело Что они не нужны Голопом Дальше по объектам Голопом Дальше по объектам В питоне Есть строки Причем Строки Это довольно Волшебные вещи Потому что Они Ну во-первых Поддерживают Всевозможные операции В частности Например Операцию Умножение на число Вот У строк Огромное количество методов То есть Функции Заранее заданных Которые вы Можете к ним применять Огромные Вот Сами строки Это такие последовательности Вот Ну в общем В питоне Работать со строками Очень удобно От строк Можно брать Кусочки Там Не знаю Вот Ну про все Мы это будем говорить Когда будем говорить Про последовательность А да У строк Есть еще Одно Одно Забавное Свойство Это единственное Из встроенных Типов данных В питоне Свойство Которого Такое Забавное Вот Нет Нету Мы про это Тоже будем Говорить Я отвечаю На вот этот вопрос Нету разницы Между Кавычками И Апострофами Точнее Апострофами Я бы даже сказал так Что Раз вы Затронули эту тему В питоне Есть четыре способа Задать строку Это с помощью Кавычек С помощью Апострофов Что в общем Абсолютно то же самое С помощью Тройных Апострофов Отличается тем Что Таким образом Вы можете Задавать Многострочные 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 выражения Обратите внимание на то Что Если вы напишите Вот так То перевод строки Заменится на Волшебные пару символов Бэкслэш Н А если вы напишите Вот так То вам все выведется На экран Как было Вот Ну и догадайтесь Что четвертое Правильно Четвертое Это Тройные Кавычки Вот Они нужны Во-первых Для того Чтобы писать Многострочные Выражения И во-вторых Для того Чтобы у вас Внутри Могли встречаться Одинарные Ну короче Все могло встречаться Чего хотите Такие дела Значит О представлении Строго будем говорить Позже Я просто к тому Что это очень удобный тип данных питоне Часто используем И все такое В питоне есть Перечислимые типы Точнее Составные И Одним из видов Одним из видов Составного типа Является Кортеж Константный список То есть Вы можете написать Что-то типа А равняется Раз, два, три, четыре, пять И получить Объект Который состоит Из Пяти Других объектов Можете Допустим Взять Четвертый элемент Кстати Почему четвертый Потому что Нулевой Первый Второй Третий Четвертый Список Этот список Константный Вы не имеете Возможности Умодифицировать Вы можете Правда написать Вот так Получить новый список Да Можете написать Вот так Получить кусок Этого списка Обратите внимание Ошибки не произошло А вот так Она произойдет Ну это Уже детали Мы про это тоже поговорим Вот Константный список Очень удобная штука Крайне эффективная В плане реализации Потому что Это динамический массив Который создается Один раз И будучи Немодифицируемым В таком виде Живет Пока не исчезнет Вот Очень много Простых Перечислений Данных В питоне Внутри Самого питона Реализованы Именно с помощью Картеля Вот А значит Тут Видимо настала Пора рассказать Чем отличается Сравнение Равно-равно От сравнения Из Вот Как раз Это Нас Подводит К теме связывания Которая будет чуть позже Для того Чтобы Отличить Значение Двух объектов То есть Проверить Равны ли два объекта Друг другу Используется Операция Равно Да Например Мы можем написать А равно Раз-два-три Для красоты И Б равно Раз-два Ну а С равно Там не знаю Три Четыре Пять А равно Б Будет разумеется Тро А равно С будет Фос Все понятно В данный момент Мы создали Три объекта Два из которых Равны друг другу Напоминаю Что Процедура Интерпретации Всегда Одинаковые Как выполняется Эта команда Выполняется Лексический Анализ У нас Тут Порядка Семи Лексем Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Да Значит Проводится Ситоксический Анализ Выясняется Что это Операция Связыванием Создается Объект Три Создается Объект Четыре Создается Объект Пять Целочисленные Константы Создается Кортеж Который Связывает Все эти Три Целочисленных Объекта И Именем С Связывается Кортеж Равный Три Четыре Так вот Это Три Разных Объекта Мы Даже Можем Это Проверить Просто Посмотрев Их Идентификаторы Это А Это Б И Это С Три Разных Объекта Имеющие Три Различных Идентификатора Если Питон Написан На языке Программирования Сид Скорее С Адрес В Памяти Давайте Посмотрим Да Очень Похоже С Верхней Части Памяти Видите 0x7f Начинается Вот Значит Это Скорее всего Адрес Памяти Ну и Понятное Дело Что Три Разных Объекта Находящиеся В памяти В трех Различных Местах Они Вот Так Сразу Скажу Что Никаких Никакого Стандарта Никакого Жесткого Связывания Идентификатора Объекта И адреса В памяти В Питоне Нет И быть Не может Просто Так Принято Их Реализовывать Скажем Если Питон Написан На Джава Есть Такой Проект Джайсон Или На Дот Нет Есть Такой Проект Умер Такой Проект Айтен Пайсон Вот И еще На чем Нибудь Вы Совершенно Вправе Не отступая От Стандарта Языка Реализовывая Его По своему Сделать Идентификаторами Объекта Не Адреса В памяти А что Хотите Так Вот Значит Три Разных Объекта Как Видите Первый равен второму Не равен третьему Но Объект С Идентификатором Вот таким Со всей очевидностью Не является Объектом С идентификатором Таким Поэтому Несмотря на то Что А у нас Равно Б А у нас Не является Б Понятное дело Три разных Объекта Два Значения Соответственно По значению Равно Вот Ну Что еще Интересно Можно сказать Про последовательность В любой Последовательности Вы можете Проверить Наличие В ней Элемента Ну Например Написать 2 In A Или Вот Я Обещал Рассказать Что строки Имеют Довольно Извращенную С точки Зрения Общего Понятия По значению В питоне Структуру Дело В том Что строка Это Последовательность Строк Вот Не символ Нету Типа Один символ В питоне Строка Это Последовательность Строк Но Об этом Будем Говорить Отдельно Там Рациональность Этого Дела Понятна В общем Все Понятно Что еще Ну Довольно Интересная Тема Довольно Интересная Тема Это Типы В питоне Почему Интересно Сейчас Покажу Ну Смотрите Вот У нас Есть Допустим Число Не знаю И равняется 24.5 Понятное дело Что Или нет Начал про функции Рассказать Потом про тип Расскажу Расскажу Сначала Про функции Потом По тип Извините Значит Почему Я расскажу Сначала Про функции Потом Про тип Будет Понятно Когда Я закончу Потому что Я хочу Сказать Что функции Это такие Объекты Функции В питоне Это просто Именованные Записи алгоритма То есть Фактически Это подпрограмма В классических Терминах В том Смысл Что Функции В питоне Не проверяют Какого типа Они параметры Принимают И не проверяют Сами не проверяют Какого типа Паметра Они возвращают Например Можно писать Вот так Мы это В прошлый раз Уже делали Помните Функцию АДДД Напоминаю Да Вот А Это наша Математическая Библиотека Подключенная Ну и пускай Будет Где наша АДДД Вот наша АДДД Мы помните Сказали From math Импорт звездочки К нам приехала Вся математика Вот она Вся математика Так вот Функция АДДД Вот она Мы помним Что в питоне Используется Неявная Строгая Динамическая Типизация Объектов Что это означает Это означает Что все Объекты Все объекты Какого-то Определенного Типа Невозможно Смешать Два объекта Разных типов В одном Действия То есть Если у вас Допустим И Целое число То Type От И Целый Да Вот Соответственно Функция АДДД Работает с Объектами Которые Будут Называться А и Б Но Никак не Проверяет Их Типов В этом смысле Типизация Неявная Она Строгая В том смысле Что любой Объект Аддд И Смешать Типа 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 А вот Имена В Питоне Не типизированы Вообще Вы можете Написать Вот так Тут была Запятая И это Будет Целочисленные Типы Данных И целочисленный Результат А можете Написать Вот так И это Будут Строковые Типы Данных И строковый Результат Который Совершенно По-другому Вычисляется Да С точки зрения Неявной Динамической Типизации Это норм Потому что Напоминаю Функция Это Запись Алгоритма А не Преобразование Определенных Типов Данных По определенному Алгоритму В определенные Типы данных Типы данных Неопределены В Питоне Вы можете Использовать Так называемые Хенты То есть Подсказки Программисту Какого на самом Деле Вы ожидаете Тип данных И Дисциплину Программирования Которая Инфорсит Эти хенты Но Это уже Совершенно Другой Калинкор Не имеет Отношения К непосредственно К синтексу Языка В котором Еще раз Функция Это просто Запись Именована Запись Алгоритма Я начал С функции А не с типов Типы Правда Я тоже Уже упомянул Потому что На самом деле Я С самого начала Сказал Что Все Объекты В питоне Это Объекты И функция Тоже Объект Например Мы можем Сказать Там Не знаю Ну ладно Не буду Равняется АДДД И можем Более того Вот Это один и тот же Объект В принципе Просто С двумя Разными Именами Смотрите Никакой Двоичной Компиляции Интерпретатор Не использует Весь Код В питоне В момент Интерпретации Превращается В так называемый Байт Код Это Стэковая Машина Питона Ну то есть Что-то Вроде Ассемблера Только Этот Ассемблер А Работает С Объектами Питона А не Байтиками И Б Все Все Знает Про Пространство Имен Но когда мы работаем Непосредственно В интерпретателе Понятное дело Что интерпретировать Приходится Каждую команду Отдельно Ну кстати Когда вы Работаете С программой Тоже То есть Интерпретирование Происходит Постоянно Ну вот Превращение В байт Код Это Такой Ну Способ Сэкономить На лексическом Анализе То есть Мы же Как-то Лексически Анализируем Код Который Мы Предоставляем Питону Вот Лексический Анализ Еще Спровождается Интерпретацией Превращением В байт Код Но Интерпретация Того Что происходит Интерпретация Это Вещь Рантаймовая Она происходит Тогда Когда она Происходит То есть Мы можем Написать Программу Которая в различных условиях Дает ошибку И не дает ошибку В зависимости от того Там есть пространство Именно нужное Или нет Окей Возвращаемся к функциям Итак Функция Это такой объект Мы можем даже Одному и тому же Объекту Присвоить Несколько имен Мы сейчас Про это поговорим Чуть подробнее А теперь Возвратимся К типу Итак Type От И У нас Int Для того Чтобы превратить И в строку Нам согласно Строгой Интипизации Нужно Явно Выбрать Преобразование В эту строку Написать Что-то Типа Там С равняется Стр Вот И Обратите внимание Что При Отладочной Печати Питон Сам добавляет Апострофы Естественно Если мы напишем Print С Эти апострофы Уберутся Вот Но важная Разница Стоит в том Что Type От С У нас Стр Ну вот Вам пожалуйста Значит При этом Мы совершенно не Как Не определяем Какого типа Само имя С С может равняться Чему угодно Правда Теперь мы не можем Написать Преобразовать его Во что-то более Иное чем Последовательность Но как видите Имя С Никак не привязано К типу того объекта Который оно связано Вот пожалуйста Можем обратно Написать Вот Самое интересное Почему я собственно Затеял разговор Про типы Про преобразование Типов Состоит в том Что функция Type Это не просто Какая-то Диагностическая Функция Которая нам Типа расскажет Какого типа Наши переменные Нет Функция Type Это функция Которая возвращает Класс Нашего объекта Смотрите То есть Type Функция Type Возвращает Объект Который собой Представляет Соответствующий Класс Мы даже Можем написать Вот так Понимаете То есть Нет никакого Разделения На объекты И не объекты Функции Объекты Типы Шмипы Классы Все это На самом деле Одно и то же Это просто Объекты Питона Вот Класс Это такой Конструктор Объектов Класс Стр Это такой Конструктор Объектов Типа Стр Ну а Соответственно Стр Вот Сто пятьсот Конструирует Нам строковый объект Представляющий Собой Строковый Интерпретацию Числа Сто пятьсот Точно Так же Мы поступили Когда сделали Вот так Мы Взяли Строковый Объект Взяли Его Класс Связали В именем Тип Два Применили Конструктор На который Указывает Имя Тип Два То бишь Конструктор Класса Типа Стр Конструктор Объекта Типа Стр К сто пятьсот Получили Сто пятьсот Такие дела Вот Напоминаю Еще раз Что никакого Скрытого Преобразования Объектов В питоне Нет В питоне Типизация Строгая Вот И для того Чтобы Допустим Сложить Строку С числом Вы должны Явно Определить А какого Типа Это операция Над какого Типа Объектами Сложить Строку С числом Вы не можете Вы можете Либо Сложить Число С числом Ну Либо Сложить Строку Сто Строкой И это Совершенно Разная Операция Они Заканчиваются Именно Именно Вернее Они разрешимы Именно тогда Когда Над объектами Данных Строгих Типов Эта операция Разрешена Вот пример Так 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 Связывание Мы с вами Уже Довольно Много Давайте Выйду Из питона И войду В него Чтобы Очистить Пространство Время Мы с вами Уже Довольно Много Говорили Про Связывание Значит Напоминаю Только Что Помните Когда я Говорил Смотрите Как работает Вот эта Операция Например Сначала Заводится Строк В объект 4.5.6 Ну Сначала Идет Лексический Анализ Синтактический Анализ Разберение Выявление Синтактической Валидности Конструкции Конструкция Валидна Заводится Строк В объект 4.5.6 Заводится Целочисленный Объект 5 Это все Константные Объекты Неизменяемые Дальше Конструируется Из Челочисленного Объекта 5 Строк В объект Строка Которая Содержит Символ 5 Это еще Один Третий Объект В нашем Выражении Дальше Выполняется Операция Конкатенации То есть Конструируется Еще один Уже Четвертый Строк В объект Под названием 4.5.6.5 В смысле Содержащий 4.5.6.5 После Чего Все четыре Объекта Удаляются Ибо Они нам Больше Не нужны Если же Нам эти Объекты Нужны Мы должны Эти объекты Чем-то Связать Например Именем То есть Написать Не вот так А вот так При этом Что происходит Происходится Делексический Анализ Анализ Синтаксической Конструкции Создается Объект 4.5.6 Строковый Объект Челочисленный Из него Создается Объект 5. Строковый Производится Конкатенация Этих двух Объектов В один Создается Объект 4.5.6.5 Строковый После Чего Производится Связывание Объекта 4.5.6.5 Строкового Именем Рез А дальше Все объекты Которые Ничем Не связаны Удаляются То есть Удаляется 4.5.6 Удаляется 5 Удаляется Строковое 5 А вот 4.5.6.5 Будучи связанным Именем Рез Вот оно Остается Вот оно Осталось У каждого Объекта Может быть Сколько угодно Имен Например Мы можем Написать А равняется Б Равняется Рез Это так называемое Множественное Связывание Которое Приведет К тому Что в пространстве Имен У нас Будет Аж Три имени И эти Три имени Будут Соответствовать Одному И тому Же Объекту Одному И тому Же Ну Понятно Что они Равны В данном Случай Вот видите Значит Когда мы Удаляем Имя У нас Соответственно Количество Имен Уменьшается И количество Интересный вопрос Мне кажется Это можно сделать Но для этого Нужно забираться В кишки питона Потому что С точки зрения Программиста За этим следить Не надо Да Вот С точки зрения Программиста Если вы Объект связали Вы эту связь Держите И это хорошо Да Если вы Эту связь удалили Вот я сейчас Удалил Имя Рез И теперь На объект На объект Который Равен Равен 4,5,6,5 Ссылаются уже Два имени А и Б Да Еще раз Операция Удаления В питоне Это операция Удаления Имени Вне зависимости Вы явно Написали Дел Или вы Завели Внутри Функции Где наша функция Или вы Заветли Внутри Функции Два имени А и Б Которые Существуют Только во время Выполнения Функции И удаляются После Выполнения Операции Return Это Понятие Удаления Имени Это удаление Имени Объект В питоне Удаляется Только тогда Когда на него Кончились Ссылки Вот сейчас Объект 4,5,6,5 Связан Двумя именами Сейчас Одним А вот сейчас Я его удалил Точнее Не так Я удалил Последнее Имя Которое На него Ссылается После чего Объект Удалился На самом деле Он там Еще некоторое Рим Болтается В кыше Но это Уже Абсолютно Прозрачно Для нас Мы этого Не видим Почему Такая История Со Связыванием Объекта Потому что В питоне Вообще Нету Ситуации Когда Вы Неявно Передаете Большой Блок Данных Под именем Объекта Из одного места в другое Для того Чтобы Сформировать И передать Большой Блок Данных Вам нужно Вручную Его Этот блок Данных Сформировать Например Сделать Копию Объекта Или Сделать Из него Какое Взять Из него Поднож Что И так Далее Такая Фигня Между прочим В Java Вот Этот Способ Работы Передачи Параметров Называется Передача Параметров По Соиспользованию То есть Объект Один и Тот же А имен У этих Объектов Может быть Сколько Угодно Метод Учета Учета Связей Объекта Называется Reference Counter Используется В тысячи мест Это Очень Популярный Шаблон Программирования Ну Например В файловых Системах Современных Вы можете Создать Так называемую Жесткую Ссылку На файл И это Будет Еще Одно Имя Того же Самого Файла Удаление Файла В действительности В операционных Системах Означает Удаление Одной Жестки Ссылки На файл Если Она Была Не Последняя Файл Никуда Не Одевается А если Она Была Последняя И это И означает С точки Зрения Файловой Системы Что Файл Пора Удалять Абсолютно Такая Же Штука Во Всех Ref Count Based Системах Учета Ссылок Ну В частности Вот У Питона Тоже Так Нам Кажется Осталось Что-то Типа Четыре Минуты До Конца А вот Ну тут Тут Наверное Можно пропустить Вот этот Кусочек Сист Get Ref Count Хотя Можно И Его Он Слегка Мутноватый Ну Давайте Значит А равняется 100 500 А я Говорил Про это Вот Про то Откуда Берется Цифра При вызове Метода id Это Реальный Внутренний Динфикатор Объекта Питона Если Питон Написан На языке Прогмирный Си Скорее Всего Это Адрес Памяти Хотя Никакого Никакого Смысла С точки Зрения Синтекса Языка Это Вот Это Число Не И И Да Значит Смотрите Почему Я завел Первый Попавшийся Объект Равный 100 500 А мне Питон Говорит Что у него Есть Две Ссылки На него Не Одна Правильный Ответ Очень Простой Но Разумеется На него Две Ссылки Одна Ссылка Это Имя А А Вторая Ссылка Это Локальное Имя Переменные Внутри Методы GetRefCount Там На него Тоже Ссылаются Вот Он Их Обе Посчитал Если Мы Сейчас Добавим Еще Одно Имя Или Там 2 C Равняется D Равняется A 2 Их Будет Уже 4 3 2 2 2 Еще раз Их тут Не одна Потому что Второй Второй Связью На наш Объект 100500 Является Связь Которая Заводится Перепередача Параметров По Свою Использованию Там Внутри Есть Еще Одна Локальные Перемены Ну Типа Вот Такой Типа Вот Такой Вот Вот вам Иллюстрация RefCount Да Значит Удаляем Еще Один Что Там Было D Получается 2 Что Там Давайте Так Я не Очень Понимаю То Что Вы Написали Вот В примере A равняется Dc Б А Дc Давайте Вы В телеграм Ко мне Зайдете Помните Все Телеграм Вот Там По ссылке Есть Вот Здесь Вот Есть По ссылке Телеграм Канал Там Спрашивайте А что Мы будем Здесь С вами Трипаться Вот Ссылка На Телеграм Канал Значит Там Спросите Я вам Там Отвечу Значит Нам Просто Пора Уже Заканчивать Осталась Буквально Минута Я Ну не знаю Обж Обж Равняется 1 Я сказал Равняется 1 2 3 C 4 5 То Внезапно У нас Появляется Больше Ссылок На наш C Да Кстати Почему Почему Их 4 Не знаю 2 4 3 Возможно Какие-то Какие-то Упражнения С Кэшом Не готов Соврать Ну Не важно Важно Другое Важно Другое Важно То Что В какой-то Момент Вот этого C Взялся Объект Он Связался Кортежем То есть Внутри Обжа Существует Ссылка На тот же Самый Объект На который Считается Имя C И поэтому Их тут 3 Интересно Почему 4 9 Вот Значит Ббббббб Видимо Временный Рассказ Про модифицированный Объект У нас Нету Расскажу В следующий Раз Или Потом Единственное Что я хочу Сказать Чтоб Было Понятно Почему Так Важно Запомнить про то, что в питоне почти нету операторов присваивания. На самом деле есть. В 3.8 питоне появился. Но он совершенно про другое. Вообще про другое. А есть операция связывания. Операция связывания – это штука, которая дает еще одно имя тому же самому объекту. Связывает его еще одним именем. Поэтому, если вы изготовили модифицируемый объект, все объекты, которые мы сейчас использовали, были константными. Вы будете удивлены, но а равняется 5. А – это константный целочисленный объект. Константный. Почему? Вы не можете модифицировать объект, на который ссылается имя а. Смотрите. Написали что-то типа а плюс равно одному. Другой объект. То есть, фактически, у вас произошло что-то типа такого. Взялся объект, на который ссылается имя а. Взялась единица. Получился новый объект со значением а плюс 1. И этот объект теперь связался именем а. А у того объекта, на который а ссылался раньше, количество ссылок уменьшилось на единицу. Возможно, исчез. Скорее наоборот. В том-то и дело, что их не заводят каждый раз новые. А, ну да, да, да. Константные объекты заводят каждый раз новый. Так вот, последнее, что я хотел сказать сегодня. Над этим мы задумаемся. А в следующий раз, когда будем говорить через пару лекций про списки, вспомним это. Что если вы заводите модифицируемый составной объект, например, список. И связывать его несколькими именами. Да? То, поскольку мы знаем, что это один и тот же объект. Модификация этого объекта, разумеется, ну, допустим, первое равно кукареку. Модификация этого объекта, разумеется, будет доступна по любому имени. Вот такую штуку вы не можете сделать с константными объектами, которые проходили. Такую штуку вы можете сделать с объектом типа листа, например. Поскольку не первый раз спрашивают, как посмотреть все ссылки на объект, я попробую не забыть посмотреть, как это сделать. Но сразу отвечаю, это не очень простой вопрос, потому что он в обычном случае не нужен. Да? Значит, поскольку я уже 4 минуты выжил лишних, посмотрите внимательно последнее, что с нами произошло. Ссылки на один и тот же объект, имена одного и того же объекта, приводят к тому, что если объект модифицируемый, то, разумеется, модифицируется сам объект, и сколько бы не было у него имен, по этим и нам будут доступны модифицированные версии. Именно поэтому не принято говорить, что в питоне есть операция присваивания, потому что это не присваивание, а связывание именами. Ну, или не именами, а ссылками в составном объекте. Присваивание – это другая парадигма. Это когда мы берем коробочку и в эту коробочку что-то кладем, а потом перекладываем в другую и так далее. Здесь такого нет. Здесь, как с именами файла в файловой системе. Окей, последнее отвечаю на вопрос, почему нет операторов плюс-плюс и минус-минус. Ответ очень простой. Операторы плюс-плюс и минус-минус в C. Появились, потому что язык программирования C разрабатывался с учетом архитектуры компьютеров PDP, в частности PDP9, PDP11, где была ассемблерная команда автоматического увеличения переменной. То есть, код на C, где написано I++, превращался в одну ассемблерную инструкцию, которая увеличила содержимое памяти этой переменной I или регистр к соответствующей этой переменной I на единичку. В питоне, поскольку это высокоуровневый язык программирования, такого прямого соответствия нет. И было решено просто не вводить лишнюю сущность, которая по размеру практически не отличается от... Написать плюс равно один и написать плюс-плюс. Плюс равно один, в общем, читаемее. То есть, нет никакой необходимости вводить эту команду как в C с точки зрения низкоуровневой поддержки. А с точки зрения низкоуровневой было решено, что и так сойдет, и отчитаться будет лучше. Все, братцы, я у вас уже выжил больше времени, чем хотел. Давайте мы на этом закончим. В следующий раз я обещаю, если не забуду, рассказать ответ на вопрос, как посчитать все ссылки на один и тот же объект. Или не рассказать, если это сложно, но тогда я напишу маленькую статейку и потом на нее сошлюсь. Ну а так у нас в следующий раз условные операторы, операторы цикла, вот это все. Все, всем до новых встреч.